Мы доложили, что у нас нет соответствующей техники, подготовки, конкретно держать эти участки на рубеже. Люди начинали некоторые дезертировать с роты. Азовцы, не знаю, они отдельная группа держались, с нами не контактировали. Я попал на Азовсталь 26 марта. И уже было понятно, что с Азовстальем живым мы не выйдем. То есть, конечно, это очень ни о чем не думалось. Просто выжить хотелось и все. Первое, что я сделаю, это предупреждаю вас о том, что наши разговоры будут записаны на камеру и в последующем опубликованы в сети интернет. То есть, согласно ли вы с этим, даете свое доброе. Да. Представьтесь, пожалуйста, ваше фамилия и отчество. И откуда вы родите? Я, Заврой Нурсул Владимирович, родом с Запорожской области, город Мариуполь. Родился в 1998 году, 23 июня. Учился в поступке в 2015 году в Национальной академии Национальной ворди Украины на Канадо-штабный факультет. В 2019 году выпустился, получил распределение в город Мариуполь в патрульную часть. В 2019 году, 24 июня, прибыл на службу, принял должность командира 1-го патрульного взвода, 3-й патрульного роты, стрелкового батальона, сканализирование, экстрадиция, охрана подсудимых и охрана общественного порядка. Проходил службу на должности командира взвода 2-го года. Затем в 2021 году, 5 октября, принял должность командира 4-й патрульного роты по сей момент, который занимал. То есть вы правоохранитель? Да, точно. Как началось для вас участие в боевых действиях? Я так понимаю, что принимали вы участие в них на территории Мариуполя? Отлично. Началось все конкретно у меня 24-го числа, 24-го февраля. В 2-30 я получился на боевого пилоги от командира строительства батальона. Выдвинулся в роту, экипировались, получили имущество и выдвинулись на КСП батальона. В то время КСП батальона находилась на территории 31-й школы города Мариуполя. Командир батальона был приказ на охрану, ранее вызвать охрану командно-наблюдательного пункта. Затем в 4 часа вечера, уже того же числа, отдал мне приказ выдвинуться с группы противотанкового резерва около села Никольска к 1-й патрульной руке. Там занять оборону и действовать по указанию. На тот момент вы уже знали, что это происходит, началась специальная операция? Да. Да, в тот момент я уже стал. Какие дальше действия предпринимали? Какие команды поступали от вашего руководства? Какие обязанности, какие функции на вас возложили? Поначалу была функция охрана командно-наблюдательного пункта. Затем комендир батальона назначил мне в противотанковый резерв с 7-ми людьми. Далее мне причинение. С вооружением у меня было станковый проталковый гранатомет. И затем на следующий день, это уже 25-26 число, мне привезли два МЛАУ. Это великобританский противораклый гранатомет. Показали, объяснил быстро, как пользоваться. Показал пользоваться майор Артюх, начальник пожарной службы в Лунинской части 37-ми. Пробыли мы в Сирене-Польске около двух дней. Затем комендир батальона вечером дал приказ вместе с первоподробной ротой сниматься с места и выдвигаться до моего подразделения. Прибыл в подразделение, сказал обратно принимать на сеть командование роты и искать себе любое КСП. Ну то есть КСП в той школе уже снялось. Батальон переехал в ПТУ, в университет. Мне сказали обосновать КСП в школе территориальной обороны. Это возле автовокзала в Мариупольске. Прибыл туда, здание было полуразрушено, полузапрошено уже от времени. Там начали обосновывать оборону. Затем меня, ну да, сняли через два дня, отправили, ну как бы сказали, ищу себе другого КСП. Дъездили по городу, не нашли, сказали возвращаться обратно в школу. Вернули в школу, как только, ну, приняли действие, ну, для налаживания обороны, начался интенсивный обстрел. То есть, ну, обороны уже настройки поменялось. В этот момент командира Стрелкова, вот ее, насколько я знаю, сняли с должности и поставили командиром с Азова. Знаю только его позывной. Нам они не представлялись, не говорили о том конкретно, чем занимались, работали с ними только по позывной. Вызвали меня на совещание в тот день вечером. Прибыли тоже в полицию. Там уже было руководство ЗОО. Он сказал, что теперь он выполняет обязанности командира Стрелкова батальона. Я прошел к своему начальному штабу, точнее, насколько оправдана информация. Он сказал, что да, все правдиво, но обманывать нет в этом. И он уже давал конкретные приказы, где подавляться, где, потому что идет. То есть, вас, по сути, передали в починение Азову. Да. Что запомнилось с периода взаимодействия с Азовом? Потому что многие военнослужащие нацгвардии, ВСУ, мобилизованные украинские, ну, крайне нелестно отзывались об этом периоде. О том, как к ним относились со стороны рядовых бойцов Азова, а тем более со стороны командующего состава. Что тебе запомнилось? Ну, я запомнил, что мы доложили, что у нас нет соответствующей техники подготовки, конкретно держать эти участки на рубеже. Люди начинали некоторые дезертировать с роты. То есть, приходили на укладные позиции, находили там прощанные записки, со словами, что психика не удерживает, тяжело очень, в нее не уйдет. Из вооружения на тот момент у нас были автоматы 5.45, снайперская винтовка и пульминок палашников. В принципе, все. С тяжелой техникой не было у меня конкретно ничего, кроме патрульной техники, которая в батальоне была, это форт-транзит, обоснованный под массовые мероприятия. Он говорил, что ему это неинтересно, что это конкретно действовать по обстановке, что он за тем ничего не может, стойте, как можете. Я тоже не очень позитивно на этот момент смотрел, когда во время, можно сказать, уже начало временных действий, у меня командование, я ничего больше рассказывал. У меня конкретно, вроде, по что-то было 80 человек, по списку 55. Из 55 у меня дезертировало 4 человека. В какой момент, при каких обстоятельствах ты оказался в плену? Я попал в плен на 17 мая 2022 года, получил приказ от старшего на позицию в Бункере, в котором мы обитали. Он пришел с совещания 15 мая вечером и сказал, что с 16 мая в период по 20 Азовстагля будет 20 лет. Он сказал, что это будет на период 3-4 месяцев, что затем нас всех обвиняют, все будет в порядке. И сказал, что с тобой, какие вещи можно брать, какие нельзя брать. Все, 17 мая я получил приказ, чтобы выходить со своей группой, составить эти человек в конкретное место, мы туда выдвинулись, затем уже сдались в плен на войском базиске операции. В период пребывания на Азовстагля. Очень первое даже, что бросалось в глаза, когда выходили те же азовцы и выходили морпехи перед 6-й бригадой, очень по-разному выглядели. Азов выглядел весьма прилично, хорошо одет, сыт, с должным оказанием медицинской помощи, в то время как рядовые бойцы украинской армии были, мягко говоря, не в лучшем, не в лучшем в своем мире. В период пребывания в Гудкирах Азовстагля была дифференциация, делили вас на более лучших, скажем так, азовцев? У нас конкретно в Гудкирах был, можно сказать, микс военнослужащих ТО, национальная гвардия и были личные отделения, военнослужащие Азова. Да, у них было, питания было не было, то есть, чем отличалось, большее питание было у них, то есть и сладкое у них было, чего там очень, ну, в принципе, всего не хватало. Да, питание было у них, оно лучше, и по рассказам у них были какие-то отдельные Гудкирах, классы, продовольствия, которые мы там не едим, то есть, питались один раз в сутки. И что состоял вот этот вот суточный рацион? Суточный рацион, готовилось это все на костре, можно так сказать, с антисептика, в большой костеруде. Было примерно в бункере 70 человек, это было 200-300 грамм каши, иногда вдавали импул, чтобы мы сами себе могли приготовить, ну, тесто там, допустим, с неситами и тому подобное. Делали, ну, это называется, сковородники называемые, просто жареное тесто, по дна-две банки тушенки на эту кострюлю было, и, в принципе, все пошли ничего. Когда я уже побывал на Азовстале после сдачи в плен, бросилось в глаза то, что очень много сгоревшего имущества там находилось. Это был приказ уничтожать перед выходом? Приказа конкретного такого не было, конкретно на Азовстале люди начали уничтожать сами. Многие, ну, как бы, не хотели этого делать. Азовцы, не знаю, они отдельная группа держались, с нами не контактировали. Мне конкретно приказ уничтожать, что мне все оставить и уйти. Знаю, что мой бункер, в котором я был, он взорвался. То есть, ну, конкретно там оставались уже крайние Азовцы, и они облили его бензином, насколько, ну, это по рассказам уже в Еленовке об этом узнал. И испарение взорвалось, потому что, по-моему, костер еще горел в спиде, и из-за этого произошел взрыв. И имущество все было там. С иностранными воевниками приходилось пересекаться? Нет, мне конкретно не приходилось, но тут уж в Еленовке знал, что в батарею МИАЗОВ, в полку АЗОВ, было три иностранных инструктора, швед и два Великобританца, насколько я знаю. Конкретно я с ними работал с ним. Такой вопрос. Ты сказал, что у вас МЛАУ были. На университете в Мариупольском как раз только освободили этот район, он нашел отстреленный тубус, при этом в округе унижайшей МИАЗОВ вообще никакой подбитой нашей российской техники, даже легковой. Мы тогда вот пиши к поводу, что не такое уж оно и надежное вооружение. Что скажешь по поводу вот этих вот западных поставок, тех же МЛАУ, с которыми приходилось сталкиваться? Мне конкретно приходилось два раза с ним сталкиваться. Первый раз, когда я с ним столкнулся, там предупредили, что там в начале самого ТУСа, если вы обратили внимание, оно как с пенопластом сделано. То есть если он повречен, он уже не будет способен. Весь смысл в том, что там есть в нем аккумулятор. Если аккумулятор в то время был холодный, если аккумулятор находился в холодной, на холоде длительное время, он уже был неровочен. То есть гранатинет уже был беспоряден. Расстояние до 600 метров, но это не оправданное расстояние. То есть на 600 метров он не бил. Бил намного меньше и не всегда качественно. То есть помехи, ветки, провода, то есть это все мешало и мало. То есть по сути никакой, это не чудово уже оказалось? Нет, обычно. Да, ничего не отличается. Еще какие-то образцы иностранного оружия были у вас? Столковался с чем-то? Да. Винтовки видел, снайперские, Барретт, если не ошибаюсь. Я с ним никогда не работал. Видел просто, что они были и все. Там больше нет. Лава это в основном. Были еще Гаврили и Живелины, но я не видел. У меня конкретно не было. Момент, когда уже в Азовсталь ушли, было понимание, что на этом все уже дальше сопротивляться бессмысленно? Да, уже был на Азовсталь конкретно. Я попал на Азовсталь 26 марта. И уже было понятно, что с Азовсталь мы уже не выйдем. То есть конечная точка. О чем думал в те дни? Ну, если было, дома с вами вспоминал семью. Ни о чем не думалось. Просто выжить хотелось и все. Постепенно отступали тогда три оставалось в Маюполь локации Завут Ильича, порт и Азовсталь куда отходить. Не было до этого мыслей сдаться в плен сложить оружие, когда сначала Завут Ильича пал, потом порт российская армия освободила. Были мысли прекратить это все? Ну, конечно, да, были мысли, ходили разные слухи. Потом, ну, лично стало мне уже точнее небо. Я уже сам рядовым, можно сказать, был, выполнял уже приказ других людей. Мысли по поводу сдаться в плен, честно сказать, не было. Как-то думал, что, ну, подробно все решится, что какой-то другой вариант развития событий, но, к сожалению, не произошло. еще много тогда в украинских новостях говорили по поводу того, что готовится большая ударная группировка для того, чтобы прорвать движение в Мариуполе. Никакой ударной группировке не подходило, а СМО в Мариуполе время от времени на вертолетах пытались эвакуировать командный состав. Слышал об этом? Да, слышал. Также слышал, что вертолеты подбили некоторые, и больше ничего не знал. На что подбили, и тот вертолет, который погиб, подбили, личность ставить погиб. Когда узнавал о том, что вот так вот кого-то пытаются выдернуть, спасти, не было ли именно? Нет, не было. Я понимал, что каждый человек хочет жить по своей природе, как бы, наносим самосоветом, сохранение у нас у всех присутствует, поэтому обидно мне не было за это. Удачи кому-то улыбнулось, но если я к этому как-то более голосовски подходил, то есть если не суждено, значит, не суждено, а как оно будет? Таким делом. Расскажи, пожалуйста, более подробно про систему обороны украинской армии, которая была выстроена в Мариуполе, в частности, вот про превращение гражданского сектора в укрепрайоны, потому что сами своими глазами видели, как в детских садах были организованы располаги, многоэтажки использовались, особенно верхние даже для противоборства нашей техники тяжелой и так далее. Это приказ на это был или это как-то спонтанно получалось? Ну вот, в принципе, что ты знаешь система обороны маленькая? Конкретно по тому, как вы сказали, за детские сады, дома, школы, нам выдали смартфоны с программой, где можно было определять координаты, то есть не заморачиваться, особенно с картой, не вычискивать линейками и тому подобное. Нам давали координаты, там, где была плащина, видна, то есть рельефность и тому подобное. Пятиминутный инструктаж, как-то не пользоваться и конкретно на этот телефон мы приходили, ну, по протективной связи, по радиостанции, приходили координаты и выливали, это были точки, куда нам нужно было выдвигаться. Когда меня сняли с КСП уже крайнего, мне дали приказ выдвинуться в дом в жилой девятиэтажном. То есть, ну, всем коммунгерам рот на то время и было три, четыре роты. Первая патрульная рота была отдельным государством. Мы, как бы, взялись в костяк с третьей патрульной ротой, потому что с коммунгером я общался хорошо. Нам поступил приказ выдвинуться в соседние многоэтажки, то есть, мы были под соседством с ним. Прибыла группа СИЗО проверить, как мы выполнили этот приказ. Конкретно указали каждое место, где он должен занять свою позицию. Там продержались около 7-8 дней. В принципе, так по обороне мы указывали конкретно точки, куда, кому, в какое время были, где занимать опробу. Затем там мою ПСП разбили уже в тот момент и мне пришлось эту позицию на ЗОСТР. как относились наверное в первую очередь даже Азовцы к гражданскому населению? Я столкнулся с неогативным фактом это на Левом берегу, когда мы уже были под Азовсталью, это было где-то 1 апреля, два Азовца, предыстория небольшая, точка была у нас, нас оттуда выбили в тот же день как мы только заступили, потому что заступили мы с автоматами, тяжелого вооружения вообще не было, работали по нам танки и выехали, выехали оттанка, теряя, и мы вынуждены были откатиться. Прибыли на командно-наблюдательный пункт, нам дали за это пошатки, потому что мы оттуда откатились, не остались там до конца. Наутро сказали, что мы должны вернуться, рядовой состав начал возмущаться, что вооружения нет, должны вернуться, нам дали подкрепление трех бойцов с Азовом. Затем они, когда мы выливались туда, начался обстрел с строкового оружия, то есть пулемет и автоматные очереди. Один из них крик смотри назад, второй, который бежал, но это я их не делал между собой. Когда он повернулся, он увидел людей во гражданском с белой повязкой. Я услышал в ту сторону три очереди, когда повернулся, я увидел двух людей лежачих. Это тот конкретный случай, в котором я столкнулся. Времени разбираться подходить к грубе не было, потому что его сарская. До точки на то мы так и не вернулись, потому что подошли на возвышенность, мы сказали, что там нереальные занятия, брат, они сказали, ну, все, оставайтесь здесь, но пошли назад, не ушли. Я взлом вообще людей, гражданских в Нариуполе за людей считал, то отношение, которое мы увидели там с первого дня, как люди в подвалах сидели, без еды, без воды, населенные пункты на подступах к Нариуполю, Калининка, например, там расстреляли машину, которая пыталась вырваться, детей вывести, мужчина пытался выбраться, попросить у них продуктов для семьи, тоже расстреляли, то есть такие факты мы видим сплошь и рядом, они вообще гражданское население за людей не предсчитают? Я с ними особо не работал, но по слухам как бы мародеров они сдерживали и наказали очень жестко. Люди, которые пытались продукты взять с магазинов на начало военных действий, так что конкретно за этот случай, то, что я видел, а остального я не могу ничего сказать. Я с ними старался не контактировать никогда. А почему старался не контактировать? Потому что я понимал, что этот бутербургический батальон был создан на основе национальной аварии, тем более я служил в этой бригаде по распределению пришлось много чего услышал. Как видеть конкретно мы с ними никогда не пересекались, но они считались в составе нашей бригады. И поэтому я остался когда еще полно зауставили, можно так сказать, товарищи рассказывали, что отправляли на зачистку определенного района, сами рассказывали, что все прикрытие будет организован, прикрытие не было никакого и людей просто расстреливали и не возвращались в молнию группу, и их зачистил. А здесь, по сути, не оказывали огневую поддержку, не прикрывали, взяли на себя образы правления, отправляли на убой. людей, да? Можно сказать, Со стороны вашего командования как отношение было? Командование полностью пришло к золу, поэтому нашего командования штатного я не увидел никакого. По крайней мере, когда уже был на Азустале, в конце Азустале, в начале было нашей команды буквально четыре дня, в конце февраля его уже не стало. То есть, 28-й период на пирамад уже нашего командования не маленького была полностью в Азустале. Скажи, когда вышли уже сдаваться в плен, какое было отношение? Боялся ли ты вот, наверное, в первую очередь украинская пропаганда по поводу того, что всех тут убивают, расстреливают? Что увидел своими глазами? Ну, как, страх, конечно, присутствовал. Вышли, посадили в автобусы, Красный Крест шелся по всем автобусам, дали бланки, запомнили, по обещанию, что родителям сообщат о том, что мы живы-здоровы, что сдались в плен. Привезли в Еленовку, служба нас проверила, все, наличие вещей, вещи ничего не забирали, сместились, на следующий день приснили матрасы, не трогали, ничего, все в порядке. Ты был в Еленовке в тот день, когда ее обстрелили? Да, я был, само можно сказать, ближе, мой барак находился в тот момент, к этой зоне. В этой зоне кто находился? Знаешь? Да, там было около 100 азовцев, если не ошибаюсь, их перевели туда. с техними бараком. Допускаешь мысль, что это как раз-таки целенаправленный обстрел со стороны Украины был для того, чтобы вот этих самых азовцев ликвидировать? Вот Киев заявляет, что это Россия обстреляла, хотя там были нарушены как раз-таки фрагменты РСЗОХАИМРС, которых, понятное дело, на вооружении российской артиллерии никогда не было и нет. Ну, вариантов тоже много, мы в тот момент как бы обсуждали эти все моменты, ну, с какой стороны, что бы, конечно, да, допускалось то, что это мог быть обстрелы со стороны Украины. Ну, брать свидетелей. Ну, как бы, да. Оглядываясь сейчас на предыдущие все события, на все, что привело к этому, пожалеешь о том, что пошел у вас мужик? Ну, нет, ну, что уже действительно так повернулся таким ключом. Была бы возможность у него, конечно, все. Мама! Ух, ты ночью кинулась на тебе, не знаю, чего ты пил. Мама, мам, что, тихо, 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 тихо. Да, успокой. Мама! Мама! Боже, великолепен, я за тобой звучала, господи, сеточками, я не такая люблю, зайчик, ты видишь? одиночек, все хорошо, давай тоже все хорошо, Русечка, ой, не полазит, я тебя люблю, не плачь, тоже. Все хорошо, у нас все хорошо, все тебя ждут, мы тебя все ждем, все, 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 скажи, евушка, даже девочка, у меня уже мамой стала, от двух, котяток привела, ты моя письма не получал? Не, мам, еще не получал, скажи, у вас там все нормально? За мной все хорошо, с нами за всема хорошо, тебе все привет передавали, что она позвонила, сказали, что у меня под усы супер привет, все тебя дружи ждуть, не обижают, кормят, одевают, купают, все в порядке, как на строчке, все хорошо, за меня не переживаю вообще никак, поняла? Все нормально, мам, я в Российской Федерации, у меня все хорошо, меня не обижают, все нормально, относятся нормально, все хорошо, видишь, дали позвонить, у меня все в порядке, скажи, Вероника с вами? Нет, она не с нами, но она мне не звонит, все хорошо, она говорит, если Руси к это, я сразу до него приеду, я понял, а Римма нормально все с ним? С нами с усы, Макс, так хорошо, мы тебя зато так переживаем, не переживай, не переживай, не переживай, все хорошо, все хорошо, успокойся, пожалуйста, успокойся, вы у бабушки сейчас с себя? Да. Все хорошо, скажи, там как-то работает по поводу того, чтобы обнять меня или нет? Мы кругом ездим, сыночек, и в Киеве я была, все, 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 все подключены, все просто, все, и даже за тебя борются, за тебя вносят, сказали, что в списках ты внеценный, я кровь звоню, понимаешь? Короче, там все, я просто себя, я даже страшно, можно сказать, даже не все, а Руси. Хорошо, все, все, успокойся. Не-не-не, все хорошо, не переживай за меня никак, у меня все нормально, я целый, здоров, кормят, лечат, все хорошо. А что лечат, ты что, заболел? Та мне зуб там болел, не переживай, все нормально у меня, все хорошо, ну, целый, здоров, одевают, все хорошо. Сынок, не бьют? Нет, нет, мам, не бьют, все нормально, не волнуйся за меня, все хорошо. Мне Дима звонил, мне Дима звонил, той мальчик, я длибил с тобою, кормишь? Да, да, я в Еленовке, да, я видел, я видел, я видел, я бачила, мы шли в Еленовке, в столу, убили по кроссовкам, я с тобой узнала, я тебе грубо узнала, да ты с пленом, плен выходил, все там, с Азов стали, я тебе такий рюкзачок, по весу, я тебе по рукам узнала, сынок, всем сказали, что то не ты, я у меня сами руси. Что, мам, успокойся, у меня все нормально. Ты правду мне кажешь, сынок, не плачь, все будет хорошо с сыночем, тебя все любят, тебя все ждуть, боже ли, вы руси, руси, я не буду плакать, плакать за мною, вас в камере, почему-то вы такие руки пухли, покажи мне руки. Все нормально. Все нормально? Да, все, успокойся, я из-за тебя переживаю, что-нибудь. А? Что это за мною переживаю? Это все хорошо. Все, вам успокойся. Вы померите, сколько у вас человек? Мам, я не могу тебе такого рассказывать. Все. все нормально. Все нормально, у нас никто не бьет, у нас все хорошо. Кормят, гуляем, все в порядке. На возник каждый день, ну, никто не обижает, не ущемляет, все в порядке, у меня, кормят, все хорошо. За меня вообще не переживай, что все нормально было, вы поняли? Скоро мы, скоро ты в дом, мы пойдем. Ты бежишь. Дядя? Ты скоро будешь в дом, скоро будем гулять с гробом, ведь так лапка, так скобучить, как я кажу, руси грузики, так скобучить над тобою. А Ева, Рима нашла, ой, Бероника нашла свою футболку и хотела ее одеть. А вона положила на кровать Ева, сила надать, ножками, лапками своими, три дня не вставала бурликом от своей футболки, не разрешала мне родить и не одевать, представляешь? Все, я понял. Хорошо. Ладно, мама, все, у меня все хорошо, если будет возможность, я еще наберу, чтобы... А тебе можно часто звонить на телефон, или нет? Не, мама, не звони, с тобой свяжутся, если со мной можно будет связаться. Что ты кажешь, поганый мяч? С тобой, говорю, свяжутся, если будет возможность связаться, понял? Все, мам, пока, передавай, Веронике, привет, я за всеми, постоянно о всех думаю, скучаю за всеми, я надеюсь, что скоро... Он его уже часто связывает, да? А можно как-то прервать уже? Я поняла. Все, мам, пока, мама, все, пока, за меня не переживай. Что-что? Мама, все, мама, все, я не слышала, ты, но... Мама, пока, у меня все хорошо, будет возможность позвонить. Все, пока. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok